МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие новости региона узнаем вместе. С вами Надежда Заборская. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в деле банды экс-депутата Алексея Пиункова новые эпизоды. Теперь следствие разбирается с его возможными подельниками. Это Анатолий Самодов и Василий Наваржных. В эти минуты заседание проходит в Ломоносовском суде. Там присутствует наш корреспондент Артемий Заварзин. Артемий, здравствуйте. Расскажите, что происходит сейчас там. Надежда, добрый день. Сегодня перед судом предстают двое участников банды Пиункова, так называемой группировки Соломбальские, Анатолий Самодов и Василий Навражных. Они обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений. Обвинение предъявлено по двум уголовным статьям. Первое – это участие в преступном сообществе. И второе – это принуждение организованной группой под угрозой применения и уничтожения имущества к совершению сделок и отказу от их совершения. Следствие утверждает, что Самодов и Навражных участвовали в созданном бывшем депутатом Алексеем Пиунковом сообществе и в составе банды принуждали индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций под угрозой применения насилия или повреждения имущества к заключению невыгодных договоров по добыче строительного песка. Оба обвиняемых – Самодов и Навражных – находились в федеральном розыске и были задержаны этим летом. Пиунков, напомню, был задержан весной 2013 года сотрудниками ФСБ. Ему также было предъявлено обвинение в совершении целого ряда тяжких преступлений. Это организация убийства, монополизация рынка, строительного песка. Дело под кодовым названием «Песочница» или «Соломбальский» велось с 2009 года. Именно тогда Алексея Пиункова взяли, что называется, в разработку правоохранительные органы. Пиунков был осужден на 24 года лишения свободы. Ну а следствие, первое открытое судебное заседание по Навражных и Самодову продолжается до сих пор. И мы продолжаем свою работу здесь, в Ломановском суде. Вся информация в следующих выпусках новостей. Надежда. Наш коллега следит за следствием и будет держать нас в курсе событий. Продолжаем выпуск. Право на жизнь Елена Мадар с ребенком с тяжелой формой эпилепсии вынуждена была обратиться в суд, чтобы получить лекарства, которые необходимы ее сыну каждый день. Суть в том, что в 2015 году был принят закон, который приравнивает такие препараты к фальсификату и запрещает их ввоз на территорию страны. Тогда лекарство для мальчика достал благотворительный фонд. Сейчас лекарство заканчивается и никаких перспектив. Ранее Минздрав обещал закупить для нас этот препарат в конце сентября. Но я недавно звонила, буквально на прошлой неделе, сказали, закупок не будет, поскольку это не рациональная трата денег. Законодательная возможность обеспечения ребенка лекарственным препаратом на сегодняшний день, к сожалению, в Российской Федерации отсутствует, потому что этот препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации. В настоящее время сейчас идет судебное разбирательство по данным вопросам. Очередное заседание по делу Максима состоится 12 октября. К другим темам. Депутат Государственной Думы Андрей Палкин на заседании парламентского комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству выступил с инициативой о введении такого понятия, как ветхое жилье. Он предлагает тех граждан, которые проживают в таких домах, освобождать от уплаты за капитальный ремонт. Нужно заметить, что члены комитета поддержали коллегу. И вот что нам по телефону рассказал Андрей Палкин. Конечно же нет. И такое ветхое жилье мы освобождаем от уплаты заносов на фонд региального оператора проведения капремонта. Но в этом случае жильцы берут на себя всю обязанность проживания в данном жилье. Они не расселяются. Но они имеют право участвовать в программе. Программа у нас заработает с 2019 года. Переселение граждан ветхого, аварийного. В Новодвинске общероссийский народный фронт проверил работы, которые проводятся по программе «Комфортная городская среда». В ее рамках благоустраивают несколько дворов. И есть немало замечаний. Качество довольно низкое по укладке асфальта. Я считаю, что нарушены технологические нормы. То есть технология должна подразумевать под собой 8 сантиметров толщину асфальтового слоя. Здесь, я думаю, меньше, потому что видно по даже визуальному осмотру. На благоустройство дворов выделено 6 миллионов рублей. При этом программа подразумевает активное участие горожан. К примеру, во дворе по адресу Двинская, 45, подрядная организация положила асфальт, обустроила новую автомобильную парковку. А жители двора высадили декоративный кустарник. По плану работ, все данные работы должны закончиться до 25 октября. Что касается объема и качества работы, пока находятся в графике. Существует по объекту Двинская, 45, корпус 1, замечания по качеству выполнения работ. Данные замечания будут предъявлены подрядчику. Улица Галушина не будет открыта до понедельника, 16 октября. Специалисты предприятий «Водоканал» продолжают там ремонтировать сети. Из этого возможны перебои с водой в округе Варавино-Фактория, на острове Краснофлотский и части Левого берега. Что касается пассажирского транспорта, то их маршруты движения изменены. Как долго это продлится, на предприятии «Водоканала» комментировать отказываются, называя ситуацию плановым ремонтом. Вместо 21 двора отремонтировано 30. Архангельск преображается благодаря программе «Комфортная городская среда». Первые итоги подведены. А что дальше? Это вся информация к этому часу. Я не прощаюсь с вами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова